всем привет сегодня будем готовить с вами хану это паровой рулет восточное блюдо готовится он быстро но несмотря на это является очень вкусным и сытным блюдом особенно он понравится мужчинам для этого нам понадобится 2 стакана муки пол стакана воды растительное масло немножечко буквально столовая ложка фарш у меня свиной также лук сегодня я хочу поэкспериментировать и добавить еще грибочки вот они у меня и немножечко укропа и так для начала нам нужно замесить гладкое тесто для этого мы берем 2 стакана муки добавляем сюда немножечко соли воду и замешиваем тесто если вдруг вам покажется что водички мало можно немножечко добавить из соли вот такой шарик теста у нас получился теперь накрываем пищевой пленкой либо ложимся в полный пакетик и оставляем на 30 минут а в этом время займемся начинкой для нашего блюда и и так в первую очередь займемся луком нарежем его на небольшие квадраты и так лучок готов теперь нужно вылаживаем фарш я буду использовать где-то полкило фарша сюда добавляем наш лучок даже добавляем грибочки и зелень зелень можете брать по своему усмотрению и вкусу можно и вообще без нее так же добавляем сюда свои любимые пищи и соль еще раз тщательно перемешиваем и наша начинка готова итак наше тесто готово прошло уже полчаса теперь делим его на две части и начинаем раскатывать тесто получилось мягкое эластичное то что можно для того чтобы тесто не прилипало к рабочей поверхности смазываем ее мукой и тоже делаем со скалкой то же самое делаем со скалкой и начинаем раскатываем тесто как можно тоньше но не совсем для того чтобы она не порвалась и так вот такое у нас получился кусок конечно не очень ровные края но это не важно и теперь выкладываем половину заготовленной начинки и теперь начинаем аккуратненько сворачивать наш рулетик заворачиваем доходе до края и немного у нас начиночка вот здесь проступает поэтому мы чуть-чуть оттягивая тесто фиксируем по основному главное сильно тесто не растягивать для того чтобы она не порвалась когда будет готовиться на пару скатываем его и теперь вот такими движениями раскатываем его до нужной длины чтобы свернуть его затем кольцом в чаши для пароварения немножко его вытягиваем так начинает вот здесь у нас тесто немножко рваться тесто обязательно должно плотно покрывать начинку для того чтобы здесь сок не вышел ну вот такой вот рулетик у нас получился это же самое делаем со вторым пластом вот он какой итак рулеты я уже уложила теперь закрываем крышку включаем режим на пару и все ждем вот таким получилось наше блюдо очень празднично выглядит с ароматной начинкой сейчас разрежем и посмотрим что там внутри вот так вот выглядит разрез рулета на этом все всем спасибо за внимание всем пока ставьте лайки подписывайтесь и будут еще вкусные и цветные цепки пока